всем доброго времени суток в этом видео я хочу еще раз рассказать и показать вам как я обрабатываю акварельные рисунки и перевожу их в вектор для того чтобы в дальнейшем грузить их на стоки и итак открываем вот рисунок очередной который надо загрузить на обработать и загрузить на стоки так открыл открыл его фотошопе открываю дублирую слой ctrl j так что то ctrl j дублируем слой беру волшебную палочку и все выделяю дальше правой мышкой инверсии выделенной области опять правой мышкой скопировать на новый слой дальше под этим слоем я создаю новый слой заливаю его черным цветом заливаю черным цветом выбираю инструменты пластик активирую вот верхний слой самый и ластиком вот эти вот все белые точечки начинаю вот так вот с большего все удалять так все на этом хватит дальше опять активируем слой с черной заливкой меняем заливку на белую заливаем белым активируем опять верхний слой надо сделать немножко красивее я делаю коррекции вибрации повысим вибрацию и насыщенность чтобы наш рисунок был более ярким более красочным более веселым окей так пойдет так дальше беру выбираю инструмент видите они у меня расположены как-то хаотично один цветок сюда вниз куда-то другой так вся их равномерно разместить надо по всей нашей рабочей области для этого выбираю на клавишу l выбираю инструмент лассо обводим вот так каждый наш рисунок каждый наш цветочек в инструмент выделения так и перемещаем его как уже нам тут будет угодно по странице интер интер т general the краю Disney опять caus ra 29 берем очередной 둘 centr точек donde в выделяем. Как нибудь его тут крутим. Пока вот так поставлю. Так, 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 так. Что я тут хотел сделать. Все хаотично разбросано. Л. Лассо. Выделим этот кустик. В. Выделяем. Переместим его. Пока что вот сюда. В. Вот. Возьмем этот цветочек. Переместим его вот сюда. Вот так. Учитесь пользоваться горячими клавишами. Это ускоряет работу. Я поначалу их выписывал на листике. Он для сих пор лежит. Но уже основное то, что мне надо, я запомнил. И работаю без него. Без помощи. Так, вот как-нибудь вот так разместим. Так, сейчас все разложим по полочке. Так, я опять выделю. Сделаю его немножко иначе. Еще ниже. Так, с этим, с этим как разобраться, что тут с этим. Так, возьмем тот самый нижний угловой цветочек. Так, вы оставим его пока сюда. Так, вы переместим его сюда. Тоже развернем как-нибудь вот так. Увеличим немножко. Так, надо разобраться с этим. Вот. Это сместим пока что. Уменьшим. Сместим сюда. Так, возьмем нашу веточку. Так, возьмем нашу веточку. Так, возьмем нашу веточку. Увеличим ее. Примерно так. Так, вот эту веточку опять выделим. Переместим сюда повыше. Отлично. Теперь берем опять этот цветочек. Перенесу я его поставлю примерно вот сюда. Да. Увеличим. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Примерно... Примерно пусть будет так... Продолжение следует... 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 пластик. Стираем. Тут можно вот так вот стереть тоже аккуратненько. И здесь тоже самое. Можно вот так подтереть. Вот так все. Все, все, все. Объединим с предыдущим. Так все. Выбираем В. Инструмент выделения. И просто перетаскиваем его в иллюстратор. В иллюстраторе у меня подготовил новый инструмент. Новый документ размером 1200 на 850 пикселей. Так, центрируем. Берем инструмент В. Выделение. Зажимаем shift и увеличиваем его практически вот по полной. Опять центрируем сразу. Трассировка. Параметры трассировки. У меня уже создана свои акварель. Я также уже рассказывал в видео по параметрах, какие меня устраивают. Каждый может подстраиваться под себя. Ставим обязательно галочку игнорировать белый. Трассировка. Видим, как трассировка идет довольно-таки быстро. Если бы я не обрабатывал в фотошопе фильтрами, то это заняло бы намного дольше времени. Все. Файл готов. Нажмем разобрать. Оп. Готово. Вот мы видим здесь при увеличении какие-то лишние детали. Детали. Надо их удалить. Разгруппировать. Убираем выделение. Ctrl-Shift-A. Так. Сейчас мы посмотрим, что это. Вот выделилось. Делает. Удалить. Так. Ну, вроде бы все. При выделении мы видим, где выделяются у нас какие, может, лишние, не удалившие, не стертые детали в фотошопе. Не удалившиеся. Ничего лишнего нет. Убираем выделение. Кнопочка M. Вызываем инструмент прямоугольник. Цвет заливки белый. Даем прямоугольник размером нашего плотна. 1200 на 850 пикселей. Ок. Так. На всякий случай центрируем его. Жмем клавишу мыши монтаж на задний план. Вот. Проверяем выделение по типу объектов OpenPath. Открытых путей у нас нет. Все. Значит, файл у нас готов. Дальше у меня в операциях записаны операции, чтобы ускорить работу. Экшн записан. Удаляется ненужные кисти, символы. Образ цветов. Только остается нажать Enter, Enter, Enter. Все. Готово. Файл наш готов. Надо как-нибудь этот слой обозвать. Зовем его. Файл сохранить как. Выбираю формат Apps. Вот у меня уже здесь, видите. Я у меня одно название. Есть одинаковые рисунки. Но в конце ставлю просто разные цифры. Вот. Flowers 20 есть. Сохраню. Flowers 21. Сохранить. Сохранить. Здесь в версии выбираем Illustrator 8. ОК. Да. Файл сохранен. Файл. Экспортировать. 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 Сохранить. Выбираем цветовая модель RGB. Здесь качество 10. Разрешение высока. ОК. etricей. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим сколько. наш файлик зависел. Flowers 21. Вот. Эпс файл 29 мегабайт, а чпклююшка 5.72. Очень хорошие размеры, не надо не увеличивать, не уменьшать. В дальнейшем я открываю программу StockSubmitter и в StockSubmitter просто название, описание и теги переношу с другого похожего рисунка на этот и мета-данные сохраняются. На этом все, мое видео закончено. Всем пока!